По особенности, представленный для обмеркования генеральный план дальнейших развития Гомеля, корректировка плана распространена еще в 2003 году. Пять годов тому, правда, у ЯГО уже спробовали унести изменения, а ле той вариант не затвердили, бо под новую будовлю пришлось б отводить не самое горшее сельское господачное угодие. Правда, организация процесса обмеркования представленного плана задавольняет не у всех гомельчан. Чакали, кажуть, поглядеть на макеты и фотосдымки, а убачили только карту для специалистов. Почему все погаджаются? У любым выпадку корректировы уносить необходимо. Я думаю, что доминантами в каждом районе должны быть высотки. Конечно, где-то 22-24 этажа, они будут как-то доминантами в каждом районе. Было самое перспективное жилое микрорайон у Гомеля – Паудневы, где плануется побудовать больше 1,5 тысячи квадратных метров жилья. Правда, варианты это не танны, а тому различные на перспективу. По коль же распроцовщики пропоновали больше бюджетные варианты, чем не за все погаджаются гомельчане. Особливо, коли гэта встречится, будавництва объектов на месте сучасных зеленых насадженьев. Гэтым соснам не меньше, чем по 120 годов отрымвляется, что они пережили и Першую Суцветную войну, и другую. Який лёс чакает их теперь? Великое пытание. А прачатагу гомельчанин Сергей Гончаров пропонует больше деталево обследовать территорию вокруг былого военного городка Лещенец. Кажа некакие 10 годи тому, тут почали уже обыдавнейшие работы, а легко спойнили, бои, знайшли массовые останки людей, які загинули типа час сталинских репрессий, типа час немецкой оккупации. Тепер гомельчанин пропонует провести тут додатковое обследование. Лично я был свидетелем, что там раскапывали, значит, строили железобетонный завод, и экскаватор поднял то ли яму одну, ну дальше перестали копать. Масса костей, масса черепов, это очень страшно было видеть. Обмеркование генерального плана развития гомеля почалось и 26-го кастричника и будет притягиваться до 19-го листопада. В этот период каждый может выказать свои пропоновые пожадания. После очага их обмеркуют специалисты и нокируют проект плана на затверждение. После того, как будут подведены итоги общественного обсуждения, будет проходить государственная экспертиза генплана города Гомель. После положительного заключения государственной экспертизы по проекту будут готовиться материалы на утверждение президента Республики Беларусь.